В то время как лидеры правящей коалиции в литовской столице рассказывали сопровождающим их журналистам о большом европейском пути для республики Молдова, в Кишиневе, несмотря на непогоду, продолжилась акция протеста «Антисаммит» у представительства миссии Евросоюза в Молдове. Вчера целый день вице-премьера правительства подписывала 900 страниц не зная чего, еще же неизвестно, а там перевод есть на румынском языке или нет. То есть мы увидим это через какое-то время, потому что они признают, что это технически сложно перевести, технически сложно довести до нас. Я задал в свое время в парламенте вопрос председателю парламента, говорю, господин председатель парламента, если вас завтра остановит работник ГАИ и попросит подписать протокол о нарушении военно-транспортного происшествия, не читая его, вы его будете подписывать? Он мне ничего вразумительного не ответил. Мы не против Евросоюза, заявили участники антисаммита, но мы хотим знать, во что именно ввязывается Республика Молдова и что именно было подписано в Вильнюсе почти на тысячи страницах машинописного текста. Почему сегодня это правительство скрывает от нас, от народа, какие обязательства будет иметь наш народ перед Западом, а говорит только о тех якобы преимуществах, которые мы имеем. Нам показывают эту конфетку, дескать, вы сможете ездить на 90 дней в Евросоюз, как будто бы у нас у всех есть такая возможность и потребность каждый день туда ездить, и как будто там, когда ты приедешь, тебя встретят в каждом доме с хлебом и солью. Это все ерунда на постном масле. Почему Украина, что там глупее нас, отказывается парафировать, подписывать соглашение об ассоциации, ассоциированном членстве, когда там тоже говорят, что нет, посчитали, прослезились, посмотрели. Нет, мы больше теряем, если туда пойдем. Мы должны идти туда, где нам выгодно, а нам выгодно и на Востоке, и на Западе. Сегодня нас пытаются убедить, что Вильнюс – это триумф для Молдовы, но это не так. Украина отказалась подписывать соглашение об ассоциации. Отказались Армения и Азербайджан. Остались только Грузия и Молдова. Да и сам саммит начался на час позже, что явно свидетельствует о кризисе проекта «Восточное партнерство», а сам саммит можно считать обанкротившимся. В эти дни в Вильнюсе группа граждан от имени страны поставила свои подписи под пакетом документов, содержание которых абсолютно безобразным образом утаивается от народа, который, как говорят власти, они представляют. Мы знаем, что аналогичные документы были в прошлом подписаны и с другими странами Восточной Европы. И очень хорошо знаем, что эти документы ни в коей мере не предусматривают возможность сохранения и развития существующего экономического потенциала страны. Эти документы не защищают наш внутренний рынок от нелояльной конкуренции со стороны крупных зарубежных компаний. Эти документы никоим образом не способствуют решению многочисленных социальных проблем, которые появились в последние годы. Я очень боюсь, что после вступления в силу и внедрения этих документов наша земля уже не будет принадлежать нам. Она окажется в руках иностранцев. У лидеров правящей коалиции сегодня праздник. Но очень скоро вильнюсская эйфория пройдет. И тогда молдавский народ поймет, никаких европейских свобод он на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе не получил. Более того, в документах, парафированных в литовской столице, нет никакого указания на перспективы реальной европейской интеграции нашей страны и других членов программы Восточное партнерство. Любое упоминание об этом было исключено из итоговых документов Вильнюсского саммита. Как заявил депутат-коммунист Марк Ткачук, для Республики Молдова Брюссель отвел в своем плане совсем другую роль. Вильнюс заканчивается, рассеивается туман, амбре шампанского тоже рассеивается, приходит трезвость и оказывается, что после Вильнюса Молдова не получила ничего, никаких европейских свобод. Ни в одном документе не упоминается даже перспектива, жалкое упоминание о возможном членстве Молдовы в Европейском Союзе. Тот статус, который обрела Молдова после Вильнюса, это статус маленькой собачки, которая должна лаять в восточном направлении по приказу хозяев из Брюсселя. Больше ничего. И все-таки вильнюсский саммит, по словам Марка Ткачука, для Молдовы в какой-то мере действительно можно считать поворотным моментом. Но совсем не в том смысле, как это преподносит провластная пресса. Всем было важно понять, кого выберет Европейский Союз. Молдавский народ с его правами или шайку бандитов, которая захватила власть в Молдове 7 апреля. Кого выберет Брюссель? Европейские свободы или бесправие, которое чинится в Молдове? Кого выберет Брюссель? Бандитов, олигархов, лохотнюков, филатов, контрабандистов и прочую нечисть? Или простых людей, которые жаждут обычных нормальных вещей, которые называются справедливостью, верховенством права и гражданскими европейскими свободами? Брюссель выбрал бандитов. Мы протестуем не против Европейского Союза, а против политики, которая проводит Евросоюз в нашей стране, заявили участники антисаммита. Политика, которую проводит Евросоюз через правящих преступников, вроде Лянка, Плохотнюка, Лупу, Филата и других, означает в конечном итоге аннексию правобережной Молдовы Румынии. Более того, то, что происходит сейчас в Республике Молдова, неизбежно повлечет за собой пересмотр границ на европейском континенте, границ, закрепленных Парижским соглашением 1947 года и другими заключенными впоследствии соглашениями. И последствия этой политики, по словам Юрия Мунтяна, уже ощущаются. Я говорю о последних заявлениях так называемого президента Румынии Трояна Бесеску, который прибывает в Молдову. Мы видим реваншистские заявления, экспансионистские заявления, заявления, которые отрицают государственность Республики Молдова. Но сейчас речь идет не о политическом клоуне, который завтра-послезавтра с позором покинет свой президентский пост, а о президенте государства-члена Европейского Союза. Все эти заявления и действия не вызвали никакой реакции со стороны Европейского Союза, что приводит нас к мысли, что ЕС поддерживает реваншистскую, экспансионистскую, унионистскую политику Румынии. Как было заявлено на митинге, если Евросоюз не на словах, а на деле является выразителем европейских прав и свобод, то он должен не давить на Молдову, не навязывать ей свою волю, а дать молдавскому народу свободу выбора. Право посредством свободных демократических выборов самому решить, куда и как двигаться в стране. Виктория! 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 Сразу же после протестного митинга у миссии Евросоюза в Молдове состояла встреча главы делегации ЕС в Кишиневе Пирки Тапиолы с председателем партии коммунистов Владимиром Ворониным. Пирки Тапиолы с председателем партии коммунистов Владимиром Ворониным.